Здравствуйте, уважаемые рыболовы, подписчики, а также гости нашего канала Авторская Прикормка. В этом видео я поделюсь с вами очень ценной и полезной информацией, благодаря которой вы всегда будете ловить хорошего крупного карася от ладошки и больше, в зависимости уже от водоема и какой карась там водится. В этом видео я представлю вам насадку, которая легко заменит червя, опарыша и любые другие животные наживки. В этом году все подорожало и наживки в том числе не исключение, они также дорожают чуть ли не по дням, а по часам. Уже становится накладно покупать и червя, и опарыша, поэтому я в этом году полностью перешел на перловку. Но не просто перловка, а когда я ее варю, добавляю в нее специальный компонент, чтобы эта перловка была лучше, чем опарыш и червяк, чтобы рыба клевала только на эту насадку. В этом месяце, буквально каждый день августа, я выбрался на водоем, сейчас вы видите некоторые кадры с моей рыбалки. Я ловил исключительно на перловку с натуральным экстрактом. Объездил я за этот месяц по большей мере 10 разных водоемов, и везде тестировал эту перловку, для того, чтобы точно понять, что эта перловка реально может заменить животные наживки. Как я это проверял? Я выставлял одну удочку с червем и смотрел на реакцию рыбы. Если рыба клюет, реагирует на червя, я делал определенные выводы. Во-первых, на червя клюет абсолютно вся рыба, как мелкая, так и крупная. И тут же я забрасывал вторую удочку, но уже с перловкой, с натуральным экстрактом. Какой экстракт добавлять, я чуть позже вам расскажу, если вы конкретно ловите карася, карпа и леща на перловку. И в ходе всех экспериментов это показало, что на перловку клюет исключительно рыба от ладошки и больше. То есть мелкая рыба уже не клюет. Но тут один есть немаловажный факт, что перловину нужно насаживать не одну, а даже на самый маленький крючок стараться уместить 2-3, а то и 4 перловины. Таким образом, мелкая рыба, мелкий карась не сможет клюнуть с такой насадкой. Да, кстати, я стал замечать, что люди стали какие-то невежливые. Вот вы посмотрите это видео до конца, узнаете для себя что-то полезное. Не поленитесь, напишите пару комментариев, поблагодарите автора за то, что он записал это видео и поделился своей полезной информацией с вами. Вам не сложно, а мне будет очень приятно, и это простимулирует меня снимать еще больше качественных и полезных видео для вас и делиться все больше и больше полезной информацией. Я часто замечаю, как в видео набирают тысячи лайков, а при этом никто даже не напишет ни одного комментария «Спасибо, благодарю за информацию». Конечно, не обязательно вам писать однотипный комментарий, но это может быть что-то свое. Вы можете написать какой-то свой вопрос, и я обязательно по возможности на него отвечу. Итак, речь про перловку. Ее можно либо сварить, либо запарить. Перловку можно приготовить любым удобным способом. И в нее обязательно нужно добавить 2-3 мл натурального экстракта, клубники, ванили, сливы, укропа, любой натуральный экстракт, который у вас имеется. И лучше добавлять эти экстракты, пока перловка еще горячая. Отваренная перловка с любым из этих экстрактов в полной мере облавливает и червя, и опарыши. И при этом гарантирует, что мелкая рыба уже не будет докучать. Также не будет докучать сорная рыба и рыбовредитель, например, такая как ротан, гальян, верхоплавка и любая другая мелочевка, которая обитает в конкретных водоемах, где вы планируете ловить. Так, помимо карася того же, там обитают такие рыбовредители. И они очень охотно жалуют червя и опарыша. И не дают ловить нам ту самую желанную рыбу, например, линя, либо карася, либо карпа. Поэтому не забывайте всегда, когда вы варите перловку, добавлять в нее натуральные экстракты и ароматизаторы. В этом году еще не было ни одной рыбалки у меня, чтобы с такой перловкой не клевала рыба. И помимо всего, с такой перловкой клевала лучше, чем на животные наживки. Например, в течение двух месяцев я использовал натуральный экстракт сливы. На всех водоемах, где я его проверял, он показал лидирующее первенство по количеству поклевок и пойманной рыбы. На втором месте в этом году у меня показался хорошо экстракт укропа и все остальные экстракты по убыванию. Очень надеюсь, что это видео было вам полезно. Не забывайте поделиться этим видео с друзьями, нажать лайк, подписаться на канал. И буду рад всем вашим комментариям. Они помогают распространять видео и помогают выводить канал наверх. Всем желаю всего доброго и до скорых встреч.